Добрый день, дорогие зрители канала Домашний очаг с Мариной! Очень популярны на моем канале тесты для здоровья. Эти тесты предназначены для того, чтобы вы сейчас ответили на вопросы, которые я вам предлагаю, и уже обращаясь к врачу, могли более четко рассказать о своих проблемах, имели возможность правильно вести диалог с врачами. Выгорание надпочечников означает, что надпочечники перегружены, что приводит к дисбалансу гормонам и низким уровнем кортизола. Утомляемость надпочечников не признается общепринятой медициной, поскольку это не болезнь, для которой можно назначить лекарство. Его следует называть так. Это дисфункция оси гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой. Но, пожалуйста, пройдите этот тест для того, чтобы обратить на это внимание. Надпочечники – это крошечные железы, расположенные на почках, которые производят половые гормоны и кортизол. Во многих отношениях вместе с надпочечниками контролируют центр тела и регулируют уровень гормона, уровни стресса, метаболизм, сон и функцию щитовидной железы. Когда все находится под контролем и функционирует оптимально, у вас есть стабильная энергия в течение дня, хороший сон и баланс гормонов. С другой стороны, когда вы подвергаетесь хроническому стрессу, уровень кортизола остается высоким, и вы теряете гормоны, необходимые для борьбы со стрессом. Наиболее распространенными симптомами усталости надпочечников является тревога, бессонница, усталость, которая разрушает наше здоровье изо дня в день. Итак, ответьте на эти вопросы. Первый вопрос. Есть ли у вас бессонница или пробуждение около 4 часов утра? И в дальнейшем неспособность заснуть и тревожность. Второй вопрос. Депрессия. Третий вопрос. Усталость. Следующий вопрос. Увеличение веса. Следующий тест. Пищеварительные проблемы, такие как вздутие живота, запор, диарея. Есть ли у вас сахарная или сольная тяга? Заметили ли вы в последнее время повышенную восприимчивость к вирусам и инфекциям? Обратили ли вы внимание на то, что у вас уменьшается способность справляться со стрессом, чувство усталости появляется? Ответьте на вопрос. Снижение функции головного мозга. Так называемая деменция. То есть вы теряете даже возможность самообразования, запоминания и концентрации информации. Следующий вопрос. Присутствуют ли у вас горячие вспышки, связанные с менопаузой? И последний вопрос. Неспособность сосредоточиться. Если вы отвечаете на все вопросы «да», вы должны понимать свою проблему, которая прячется у вас внутри организма. И мы поговорим, что же способствует причины усталости надпочечников. Это аутоиммунные заболевания, питание, слишком много кофеина, сахара, продуктов из белой муки и обработанных пищевых продуктов. Эмоциональный стресс, пищеварительные инфекции и дисбаланс микробиома. Недостаток сна, боль, хронические воспаления. Как предотвратить усталость надпочечников? Прежде всего это сон, по крайней мере 8 часов ночное время. Нам надо ложиться уже ко сну к 10 часам вечера. Не засиживайтесь также и у компьютера. Прием витамина группы В, витамин С, минералы. Ешьте регулярно маленькими порциями, чтобы сохранить уровень сахара в крови и был он у вас стабильным. Нам надо кушать достаточно калорий для исцеления. Применяем адаптогенные травы. Если питательные плотные продукты и хорошие жиры будут присутствовать в вашем питании, это тоже будет большой плюс. В конце концов перестать употреблять много кофе. Поддерживать пищеварение пробиотическими продуктами. И какие же шаги нам надо сделать для того, чтобы восстановить работу надпочечников? Конечно, мы должны обратиться к врачу, где вам сделают соответствующие анализы и могут провести тестирование слюны, чтобы определить уровня кортизола. Сам тест требует четырех образцов, что позволяет лучше понять ваш ритм кортизола. Если ваш уровень кортизола слишком низкий по утрам, вы устанете. Если вечером они невелики, вы не сможете заснуть. Учитывая, что тело синхронизировано с естественным ритмом света и тьмы, чем лучше вы будете соблюдать правильный режим, тем быстрее вы становите работу надпочечников. Второй этап включает комбинацию исцеления с питательной пищей. Ешьте много овощей, белок, говядина, баранина, яйца, морская или гималайская соль. Хорошая идея употребления более хороших жиров, таких как тыквенное, льняное, кунжутное и оливковое масло, а также введение в рацион мясных субпродуктов, пробиепатические продукты и костный бульон. Добавьте к вашему рациону питания продукты, богатые минералами, витаминами С и группы В. Используйте адаптогенные травы. Это женьшень, элеутарокок, лимонник китайский, крапива и другие травы. И последний шаг включает прежде всего восстановление естественного циркадного ритма сна. Просыпаясь в одно и то же время каждый день, кушать каждые 4 часа и ложиться спать к 10-11 часам. Спасибо вам большое за прослушивание этого теста. Если вы заинтересовались тестами, поставьте, пожалуйста, класс. Просматривайте все видео о здоровье и для здоровья женщины на канале Домашний очаг с Мариной.